Сегодня 2 июня. 2 июня 1700 года по указу царя Петра I в Самаре провели набор добровольцев-солдаты. Их имена потом зафиксировали в специальной переписной книге. Через полтора месяца Петр начал Северную войну. Она длилась 21 год. 2 июня 1893 года вся Самара утопала в цветах и флагах. Рано утром по нарядным улицам города прошел крестный ход. Еще весной из Казани сюда доставили святую чудотворную икону Божьей Матери. И вот теперь святыню на пароходе провожали в другой волжский город Хвалынск. 2 июня 1842 года увидела свет великое произведение Николая Васильевича Гоголя. Оно начиналось словами. В ворота гостиницы губернского города Н въехала довольно красивая небольшая бричка. В какой ездят холостяки? В бричке сидел господин. Не красавец, но и не дурной наружности. Не слишком толст, не слишком тонок. Нельзя сказать, чтобы стар. Однако ж и не так, чтобы слишком молод. Все, наверное, уже узнали господина Чичикова и догадались, что речь идет о мертвых душах. В русской литературе, пожалуй, нет другого такого произведения, чтобы практически все имена героев стали нарицательными. 12 лет назад, 2 июня 2001 года, на набережной реки Волги установили памятник святому Сергию Радонежскому. Его возвели справа от часовни митрополиту московскому Алексию, покровителю Самары. Сегодняшний день проходит под девизом «Долой лишние килограммы». Страна отмечает День здорового питания. Новый и пока неофициальный праздник. 2 июня исполняется 205 лет со дня рождения Лаврентия Загозкина. Будущий морской офицер, путешественник и исследователь Аляски появился на свет 2 июня 1808 года. Когда мы были молодыми, и чушь прекрасную несли, фонтаны били голубые, и розы красные росли. Автор этих известных строк поэтесса Юна Морец. Она родилась тоже во второй день лета. А еще 2 июня поздравление с Днем рождения принимает Виктория Шестерякова, начальник отдела использования архивных документов Самарского госархива. В именинниках Алексей, Александр, Мария и Лилия. Лето – прекрасная пора года, когда вся природа предстает во всей своей красе, и наступает самое благодатное время, чтобы позаботиться о своем огороде. Издавна в этот день сажали огурцы, а потому и прозвали 2 июня в народном календаре флолеем-огуречником. На крестьянский стол этот овощ попал в 16 веке. Летописи рассказывают, что при царе Алексея Михайловича под Москвой на огородах ежегодно выращивали десятки тысяч огурцов. Таким нам запомнился второй день лета. До завтра!